Манит-Бюре представляет Здравствуйте! Все сначала? Ну да Привет! Наконец-то наступила весна, а это значит, что впереди самый важный праздник в году 8 марта Долго думали, чему бы такому простому и полезному научить мужчин, чтобы они могли порадовать своих любимых женщин в 8 марта Одна из наших подписчиц из Бишкека, Айжана, подкинула нам потрясающую идею Любой праздничный день удастся, если начать его с вкусного и горячего завтрака Поэтому сегодня мы с тобой научимся готовить панкейки Итак, для панкейков мне понадобится 1 яйцо 300 мл молока 1 столовая ложка сахара 220 г муки 3,5 чайные ложки разрыхлителя 1 чайная ложка соли 3 столовые ложки сливочного масла Конечно, панкейки это блюдо западной кухни и далеко не полезное Но я буду готовить панкейки из натуральных фермерских продуктов отечественного производства, которые мне предоставил магазин Вкусвилл Ссылку найдешь в описании Сливочное масло мне понадобится растопленное, поэтому я сразу поставлю его в микроволновку Первым делом смешаю в миске все сухие ингредиенты Муку, соль, разрыхлитель и сахар Чайную ложку соли Не переусердствуй, лучше без горки Где-то вот так 3,5 чайной ложки разрыхлителя По сути, тебе нужен 1 пакетик разрыхлителя, это примерно 5 грамм 1 столовую ложку сахара Ты можешь использовать белый, у меня коричневый, немного ванильный Сахара лучше тоже больше, чем нужно не класть, потому что панкейки обычно едят с чем-то сладким, типа джема, варенья или сиропа Думаю, что вот так без горки Слегка смешаю сухие ингредиенты Сделаю в середине кратер Разобью в центр своего импровизированного кратера яйцо Сюда же выливаю молоко и масло И не обязательно, но мой любимый ингредиент Экстракт ванили, который мы, кстати, сделали сами Нужно порезать несколько стручков ванили Положить их в емкость с крышкой И залить желательно ромом Но у нас рома не было, мы залили водкой Эффект тоже очень хороший И самое сложное в изготовлении экстракта Это прождать Около трех месяцев, пока он остается И действительно превратится в ароматный ванильный экстракт Чем панкейки отличаются от оладий? Тем, что это тесто очень похоже на тесто для выпекания бисквита По сути, если дословно перевести с английского Это торт, который жарят на сковородке Видишь, тесто получилось довольно густое В самом тесте содержится уже достаточно масла Поэтому чаще всего панкейки жарят на сухой сковороде Но я всегда перед тем, как жарить первую порцию Смазываю как следует сковородку растительным маслом В самом начале, как следует, прогреваю сковородки на максимуме А потом убавляю на пару пунктов То есть если у меня максимум 9, то жарить я буду на семерке Когда выкладываешь готовые панкейки на тарелку Ты можешь сразу смазывать их чем-то сладким Тогда у тебя получится высокий слоеный торт из панкейков Панкейки можно есть с чем угодно сладким Вареньем, сиропом, медом, сгущенкой Абсолютно всем Но я хочу попробовать арахисовую пасту И карамель, на которой написано, что это лакомство на завтрак Это очень вкусно Действительно, как будто ешь бисквитный торт Как бы так себе остановить Сейчас еще арахису добавлю Ммм, ложка Такая жиденькая Ммм, панкейки получаются воздушные и пористые Поэтому легко впитывают сюда любой сироп Так что вот именно поэтому не нужно перебарщивать с сахаром в момент замешивания теста Рецепт настолько простой Что я думаю, с ним справится даже абсолютный новичок в кулинарии Так что порадуйте своих женщин в такой чудесный праздник Таким чудесным и простым сладким вкусным завтраком Мы сейчас сварим кофе и отправимся поедать эту гору вкуснейшего завтрака С тобой увидимся очень скоро Пока Субтитры сделал DimaTorzok